Деревянные перекрытия имеют службу эксплуатации от 30 до 50 лет. Для детских учреждений это 30 лет, для гражданских служений это 50 лет. Это как человек, да? Человек ходит, здорово, занимается спортом, и вдруг сердечный диск, и человек умирает. Оказывается, сердечное больное. Точно так же встретили деревянные перекрытия. Они прожили два своих срока эксплуатации. И когда мы открыли, мы увидели резвительную вещь. Вообще непонятная ситуация. Деревянная балка, которая выходит из одной капитальной стены, она просто не входит в остальную капитальную стену, она лежит, она обирается на поперечную балку, и с какой металлической она стянется? Что там было? Почему так было? Почему она обрезана? Непонятно абсолютно. Это балка, вот этот, ну поднимитесь, посмотрите, вы увидите своими глазами. У меня в телефоне есть фотография, ну лучше волосы. Это балка стянута металлической скобой. И вот в месте стягивания скобы дерево протрухлялило и осело. Испугавшись, мы вскрыли второй кабинет рядом, увидеть, что же дальше происходит. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Дальше мы увидели живое, здоровое дерево некоторых балок. Ну и, не являясь специалистом, в общем-то, говорим с ванной, как есть, вот свои, как бы, переживания, все, что я... Я подумала, ну мы сейчас ее укрепим, поверим и будем все дальше жить. Но те, кто у нас был на втором этаже, ходил по второму этажу, а пол, он по одной, да? Такой же клиент рядышком в кабинете Козловской Анны Сергеевны. Еще серьезней клиент. Такой же клиент в кабинете театрально. Ну, тут, конечно, испугались. В результате проведено технично-визуально-инструментальное обслеживание конструкции будильи выявлено на наступное. Технично-станный случай конструкции первого блоку будильи Васяк-310. Это то здание. Вы же знаете, наше здание состоит из двух частей. Это зал, пристроенный в 80-м году. И старое здание 57-го года постройки. Васяк-2-3 между блоками. То есть это перекрытие, это между первым и вторым этажом непредательной, но нормальной эксплуатации. Категория 3 ДСТУ ДБН. Значит, пересмотрев все помещения, обходим все, что есть. Помогайте, если у вас есть на примете, говорите. Я нечаянно узнаю о том, что помещение напротив, в том или нет, выстрелилась в Санкт-Петербурге. Да, в Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге, да. Я достаю, связываюсь с хозяйцем, владельцем этого помещения, и отправляюсь туда, значит, смотреть. После всего того, что мы видели до того, мы вышли счастливыми. Я понимаю, что те люди, которые зашли туда, увидели разницу, конечно, для них это страшно. Но все приводит к порядку. Я вот сейчас говорю, мне никогда не надо единственный порядок. Мне страшнее, чем вам. Десять раз. Сто раз. Тысячу раз. Я не сплю ночами уже второй месяц. Урыбками. Потому что мне страшно за детей. Мне страшно за сотрудников. Мне страшно за сотрудников. Хорошо. А экспертизу того здания кто-то проводит? Я же не хочу делать. Я не хочу потерять, что это не конец. Нет, ну все равно. Кто нас просил, готовы ли мы в это здание? Я извиняюсь. Ну, смотрите, то здание, оно настолько же старое. Почему не были собраны? Там тоже никто не проводил экспертизу. Возможно, оно в таком же аварийном состоянии. Малаган давайте никто не постарай. Давайте выставить. Абсолютно правильно. Мы сейчас поговорим, как так можно. Первые слова мои были такие же. Вы знаете, что весь первый этаж здания находится в выкупе. Есть. Знаете, да, что в частных руках аптека, какие-то игровые автоматы. Казинол, а то автоматы. И будут курить, а дети наши будут этим дышать. Да, вы действительно. Я, как рассказал, сразу вентиляцию зала. Вы везти детей. Хочу и вы везти. В них хочется заниматься и детям, и преподавать. В этом можно дышать, потому что первый год, когда мы сюда пришли... Подождите. Но подождите. Первый год, когда мы сюда пришли, в каждую капюнету, практически, особенно на втором этаже, был до бахсыра. Сейчас этого нет. Вы сейчас хотите с этого хорошего принципа помещения переселить детей туда, там, где опять воняет меня, от ремонта. Вы не скажете, объясните. Сейчас будет нормально, что у тебя ваше состояние. Давайте самым отмывание денег пойдет. Там хорошие деньги будут на этом здании. Начиная с вентиляции и заканчивая ремонтами. Отмываться. И с этим же Цукановым. Это что? Не обещает берега и берега. Не обещает берега. А почему не тать все очищены? А как же берега? А как дать берега? Подождите. Там в том же здании, какие-то деревянные покрытия. А здания? Если вскрыть пол, еще, наверное, все хуже. Да там хуже это 100%. Там филипия была. Как вы говорите, нет переграна, как вы не приедете. Вы установите, получите вопрос. Тогда этот вопрос совершенно по-другому поджаряется. Вы хотите переселить куда? Хоть одной школе в городе Николаеве выделили хоть один квадратный метр в общей день, когда школы города очень нуждаются в площадях. Я вам скажу, 18 лет не отролю. Почему? Я говорю о музыкальной школе. Вы не должны радоваться. Это не быть сейчас, не быть в школе в хорошем настроении. Если мне сейчас зовут, я на кровь. Я не могу это сделать. Девчонки, мы хотим быть уверены, что то здание при нагрузке пианино во всем остальном, оно не будет аварийным, не просядет, не просядет. И вообще, она там в горах. Это в первую очередь аллерген для детей. Здесь, видите, чуть-чуть свирь воняет, а там нет. В одном направлении создание этой экспертизы. С лесом не парит. Не только вы. Что там просело, что в ней не ролик вверх, чтобы она убедить. Можно просто сломать и сказать, что у нас лома. Девочки, вот человек работал в армии. Понимаете, что я говорю? Вот, что она работала в армии. Она работала в армии. Она работала в армии.